приветствую вас это будет рассказик но по традиции сказик премьерный показ для спонсора моего канала а потом для всех остальных это как такой бонус для спонсоров но кроме того что не спонсоры смотрят видео только для спонсоров а что касается рассказов и бонус смотреть премьер все остальные но уже как бы вторым экраном но понятное дело посмотрят все так что можете написать комментарии высказать свое мнение и заодно знаю насколько действительно вам понравился или понравился этот рассказ начинаем давать ирочка дырочка еще в школе поняла что она очень красивая девочка на действительно была чертовски красиво знаете вот можно придраться тут придраться было ни к чему все идеально фигура волосы прическа глаза голос все идеально свои 30 лет ну около 30 лет она выглядела не просто шикарно обалденно а проскотно знала что когда и найдет по коридорам банка некоторые мужики шею сворачивали она чувствовала что происходит в штанах некоторых мужиков на большом расстоянии при этом она хорошо понимала что она она заслуживает лучше ирочка работала довольно большом банке самым обычным офисным полк тоном работа в отделе вы должны сделать обмолочь что бы сказала и работая она конечно думала о будущем а точнее о женихе не она вполне практичная девушка и хотела себе мужчину который соответствовал бы ее представление понятно не было колоссальное количество поклонников ухажеров начинающий там чуть ли не школу если кто-то захотел написать любовные похождения там был ноутом но она как бы так сказать подумала и подумала нет хватит надо уже как-то степениться и чтобы не был муж с которым ей было удобно хорошо а самое главное чтобы она могла правильно его представить своим подружку как вы догадываетесь у нее были подружки тоже под статью и они как-то были уже все ну если не с мужьями то с очень хорошими приятелями которые а выручки ничего не было не 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 поклонников этих всех было но но ничего абсолютно ничего подходящего ну такое там просто никакой да были такие поклонники которые умоляли там сходить в ресторан и она с некоторым там позволяла сходить но не более да были такие которые проглашали и проехать где-нибудь в турции египет отдохнуть но она считала что это маловато то что там нет она же хотела что-то такое посерьезно но как назло ни черта подходящего банки нет она перебрала все нет здесь надо додолжна она сразу отбросила всех женатиков у него был опыт и она поняла это еблое дело эти женатики они привыкли обманывать жену они также сам обманывали и ручку нет мне нужен свободный мужчинка чтобы ну чтобы он был ее и здесь произошло чудо явился принц ну не набирал коня конечно долг принц действительно чудо мы представляете и ручка здесь была в расстроенных чувствах никак никого не мало найти не только в банке за пределами и были но понимаете ежешь надо было не какой-нибудь надо было шикарного какой-нибудь 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 супер-пупер как модель а что толку тут появляется новая сам председатель управления банка вот вы говорите кого надо в разведку да нет и ручку разведку она через неделю уже знала все во первых она знала что у него нет ни жены не поклонницы не любовницы никого это она уже знала мало того она знала что у нее загородный домик где как какой это уже тоже на все знала мало того она знала что вот этот зампред его лично собственник уговаривал занять пост и уговорил долго соглашался то есть да она может не знала состояние его счета в банке но в общем то она догадывалась что просто так не бывает ну и должность всего заместить представителя правления крупного банка это то что и подходит и ручка как истинная львица которая видела жертву поняла он а он а он это николай павлович он будет и только пускай остальные львицы даже не надеются что сделала и ручка что делает умная девушка которая перво-наперво а нашла общий язык из секретарем и крас секретарь то все замечательно секретарь николай павловича не конкурент и ручки ну первым да она девушка немножко так старше но у нее двое детей она замужем ну и как вам так сказать это даже хорошо что она секретарь николай павлович потому что на фоне машинки секретаря так звали там то ли мария федоровна то что тепло и все называли машин и ручка очень шикарно смотрелась ну просто это машинка ну но обычная женщина ну да не старая так сказать средняя даже не средят как бы но просто самообычное то есть и ручка и ручка это ну как познакомилась да элементарно убеден перерыв она там пару слов случайно перекинулась машинка по поводу какой-то косметики потом естественно развод затеял а потом она зашла к ней принесла какой-то там господи какой-то косметик показала сказал что не уже и тоже есть она оставила боже это что он начал захаживать домашний так чисто чисто подружески учишься вы правильно поняли конечно и ручка так бы работала ей повезло немножко с начальниц у него над ней начальник отдела была женщина на зам был мужик причем такой не рыба не мясо знаете мужик за 40 и вот это начальница время от времени там и ручку наезжала что ты где где-то шляйся работ девочка ты не переживала потому что она знала что зам себя прикроет матову случае чего даже сделать ее работы сказать а вот вот и ручка уже передала да да этот мужик тоже вздыхал по эрочка эрочка ну от силы могла его подарить улыбку на расстоянии ну и для него это было достаточно так что да эрочка была себе позволить просто так забежать пощепетать не понятно она не случайно забегала и она дождалась ну когда она так не значащий обитала с машенькой зашел кабинет точнее пред кабинет николай павлович и тут произошло то происходит самых шикарных кинофильмах ирочка увидела павлович а он увидел и личке николай павлович понравился ну во первых она молодой она ее как бы победила немножко так сказать расстояние отряд обратила внимание что и прическа шикарно видно да и видно посещает спа-салоны женщин такой обращает внимание да да это это ну костюм костюм было понятно что костюм пошит под заказ очень дорогая ткань это тоже парфюм а вот это в этом и ручка хорошо разбиралась хороший плохой парфюм она шикарно отличала там был хороший парфюм ну и дальше конечно николай павлович поздоровался с молодой девушкой улыбка озарила его лицо причем он очень мило поздоровался то это было приятно как поздоровалась и ручка у когда-нибудь видели как львица готовится к нападению а то прыгает и ручка была не просто львица она была опыт когда она здоровалась николай павлович чем улыбка сияла на ее лице голос да 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 тут надо она умела очень аккуратно пользоваться тональностью мало то ну понятно что в данном случае можно было произнести только здравствуйте дальше как бы называть по отчеству было вообще некорректно по этой причине но она так это произнесла с такой тональности с таким щебетание а дальше это все взгляд шикарен таком взгляда в некоторых мужчин сразу все вставало и не только причем когда это все ручка дело она так не означает развернулась чтобы подчеркнуть свою фигуру она знала что нравится так что было все сделано вообще по большому счету вырос лучались ты был масса случаев когда она действительно могла что называться зарить улыбкой пару слов и все мужчина уже и и он уже согласен на все ради ее ради и ручка и ручка может себе так нет если там что-то есть в этом мужчине что бывали случаи когда да но когда она так присмотрелась не тянет никак а тут николай палыч переговорил с машенькой причем и ручка обратила внимание что когда он говорил с машенькой он так мельком он так мельком обращал внимание на идиот и долился в свой кабинет при этом как бы повернулся все таки ну еще сказал реплику машеньки и улыбнулся ире все он попал ира после этого специально пару дней не заходила домашний она ждала когда же как палыч ну как бы займется или обратит но она исходила с предыдущей практики что скорее всего николай палыч уточнить у машинки кто-то такая узнает потом найдет причину как там но ее пригласить ну дальше ресторан сауну загородный дом но это все уже и ручка умеет ну прошел день два три четыре и как и ручка даже немножко шарашилась как это когда же где-то на пятый день она поняла надо зайти в гости к машеньке что-то не может случилось может он куда-то уехал знаете всякое бывает она сошла и тут произошло второе чудо которое фортуна развернулась да-да сложно скажешь какие там звезды на небе сошлись или не сошлись в прошлом ситуации не успела ну зашла к машеньке стоят там пару слов сказать что-то женском как выходит из кабинета николай палыч видит и ручку здоровая цену и обращается к и ручке абсолютно вопросом умеет ли и ручка делать презентации умеет ли ручка делать презентации конечно умеет но даже всегда не умеет это сдает тысячу поклонников которые это сделать ей за минуту и причем быть благодарны только за то что она их попросила конечно она это умеет николай палыч очень вежливо очень причем опять же же его улыбка боже милость какая у него улыбка он ему и и ручки дал бумажки вот это вот надо сделать и пускай она сделает и потом ну и занесет ему презентацию посмотри к нему вот это уже интерес да как вы догадывались конечно у нее нашел с хороший поклонник который что называется закид 15-20 минут что на рядышком позволила посидеть вас от него для него это было достаточно он сделал эту презентацию и более опытной мало это же не сложно нет она выждала паузу через пару часиков все как положено пришла дальше произошло ну просто ну как вы понимаете николай палыч кабинет естественно стол начальственный ну и стол для так сказать переговоров или скажем для конференции и тут никого больше пришли присаживать не не за стол для конференции мало там сам села рядышком взял нетбук флешечку поставили начали смотреть тут же начал носить коллективу машенька начала записывать 1 2 3 3 она сидела рядышком на 12 минуте машенька случайно сказала коля да 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 она это убил николай палыч абсолютно спокойно перешел на ты вообще по большому счету ну понятно когда ира пришла в общем то сразу обратился ира и рачка и тут особо такого почеста не не называл так что когда она его назвала коля он абсолютно дружелюбно перешел на коля и так что когда презентация была готова потом там еще она заходила доделывали ну было все замечательно было просто замечательно она была ну все теперь уж наконец-то тем более она действительно сидела рядышком ну понятно что на происходно понимала что чувствует ее парфюм да а плюс ко всему глаза улыбки ну и вообще когда вот все было готово взял ее за руку поблагодарил ну здесь она понял что да все таки как-то официально здесь на особенности правила все таки они так еще а дальше вообще сказал ирочка ну вот там через пару дней будет совещание он хотел бы чтобы она поприсутствовала ну помогла эти слайды показать на экране знаете там что так удобнее когда тот показывает и выступать конечно согласно какие вопрос на совещание это было это было великолепно ну представьте ситуацию на как и положено пришла в кабинет он вышел идем и не рядом пошли по коридорам банка понимаете что значит рядом то есть она показала всем львицам всем что он занят нельзя все он мой знаете ирочка то вроде бы давно работала в банке но она на совещаниях таки никогда не было ну уранжиры не подпадал плюс ко всему она то конечно зал 6 писать правление но я честно говоря на его даже не знал она знала что и зам представитель по роду деятельности она с ними не пересекал они некоторых видел но увидел как сказать на расстоянии потому что ну подойти так мало того даже когда она выбирала сразу их отбросил они там все женаты причем некоторые какие-то такие очень странные ужасные и начал освещание ну все банально проектор показывает и и да 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 это был ее коля не никакой николай павлович начал выступать первое что немножко удивило причем очень сильно как поменялся голос ехали знаете когда они общались него был какой-то такой бархатный шикарный хороший но просто она была в восторге тут когда начал презентацию в него как бы голос стал как металлический совершенно друг в принципе рюшка и рачки никогда не было совещаний она вообще не поняла может так и надо дальше по мере беседы коля начал беседовать ну там зампреды сидели только забрали там другие там директора департаментов начал с ними они что-то говорить после этого не начали что-то пререкаться что-то говорить какие-то цифры какие-то я не понимал а потом зашел один из собственников банка вообще про этого собственника банка рассказывали страшные легенды и сотрудники старались если нашел по банку не попадаться на глаза почему но всяком случае рассказывали что был случай когда он уволил человека за то что тот слишком много курил ну как бы он посчитал что дро уволил за то что у него был неряш левит ну с точки зрения его и был разговор что девушку одну уволит за ну скажем так вызывающий маникюр и по этой причине действительно побаилась ну ну как бы сам по себе видно что этот собственник банком поэтому и собственник что как бы такой жесткий бал не похож по этой причине ручки его даже в горизонте играет тетет тетет слишком он зашел здесь причем видно что собственно зашел здесь ну собственно дальше дальше ну и ручки конечно это смотрел как некое шоу причем получилась ситуация что там другие как бы делали презентации попросили ручку задержаться ну чтоб ну чтобы она тоже показала так помогла ну подсказали пожалуйста что и когда там дури выступали и там начали что-то привлекаться доказывать ее коленька там понял что это что-то было с чем-то он пререкался из представить правление собственником с этим причем их что-то называли что-то рассказывали что-то потом произошла еще какая-то там ситуация что-то не выясняли все-таки лико и выбежал там вернулся что-то не пошептались собственником банка после этого вышло 5 вернулся поставить как знаете это самая штаб поля священец затянула ой затянулся ну как любое совещание но я закончилась она закончилась и вернулся ее куля тут же появился бархатный голос ту же улыбка и ручка да ну и когда они начали как бы возвращаться уже было время что называется рабочий недавно закончился ну понятно и тут коленька говорит что ирочка а где ты живешь давайте подвезу все-таки так сказать коль уж получилось что я тебя задержал на работе ну это уже было что-то ну и ручка сказал что сейчас я соберу вещички она быстренько побежала подпудрить носик да 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 как же наш глава внимательно подготовиться ведь он же пригласил подвести значит все хорошо ну понятно дело что у нее служебные автомобили естественно все-таки зампред хороший автомобиль он правда посадил и ручку на заднее сиденье сам сел передние и поинтересовался девочка ну и ручка сказала где она живет но она что исходила с точки зрения что это так сказать для приличия нет у нее довез действительно домой поблагодарил еще раз поблагодарил ну извинился что задержали поблагодарил и сказал что пошел и спасибо за участие ресторана не был думаю нет тоже не ну в принципе она то была уже готова что сейчас пригласить ресторан потом может отужинаю нет этого не было ну тут действительно и ручка ошараш но как же так так же было все все замечательно наш носик подпудрила что же еще что же надо было еще и тем она была ошарашена наверно это первый раз в жизни когда на ехала и не доехал почему что же случилось ну это она уже точно дальше я не переживайте дальше рассказ есть почему ну потому что приближался новогодний праздник выгодить были на корпоративе когда празднуют богатые структуры но богатый банк богатый корпорации это это ну чаще всего нанимает хороший зал хорошая эстрада хорошее развлечение стол все 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 есть если на проблема попасть туда вы понимаете собрать всех сотрудников банка нереально физических очень много никого зала не хватит стадион надо арендовать что ли то не получится это причине пригласить но как вы наверно догадываетесь по всем ранжиром и ручки пригласить или не положит там даже ее начальнице не положит потому что понятное дело штаммы есть те которые с банка есть те которые не с банка но которых надо пригласить есть и которые из банка но которые очень нужные ну и или большие начальники да их автоматически прошла и ручка за не попадал никак так что ей пришлось применить сумма здесь машенька где-то помогла ну что понятное дело что так как она секретарь зампреда имела к этому отношения где-то другие так дальше то есть и ручка постаралась пригласительные она стала и тут подготовка уже было капитально перво-наперво но она и так регулярно посещала спа-салоны но здесь был ударный она даже в общем-то тогда вот после этого почему-то ну была у нее такая мышца наверно все таки она где-то не доработала спа-салонами надо было вот-вот-вот не доработал по этой причине коля отвезли вместо ресторана то все думаю просто надо это исправить платье она выбирал где-то неделю там все учитывалось и учитывалось и так и так и так и даже то чтобы с одной стороны праздничный на здоровье на что мной и и намекала здоровье чтобы она и смотрелась но чтобы не смотрелась он уже очень вульгарно все-таки на хотел показать коле что наш серьезная девушка парфум все прическа это понятно причем прическа новое самое-самое и раз ну как вы догадываетесь арендовали громадный ночной клуб шикарный оркестр обалденный ведущий причем какая-то звезда с эстрады так дальше были эстрадные звезды все как положено все все то есть когда ирочка зашла в этот зал сдала свой как бы вещицу гардероб она попала в этот великолепие праздника играла же музыка жену столы фуршетные уже стояли можно было подходить и некоторые уже подошли так что было все замечательно просто замечательно ну да понятно дело и ручка тут встретила знакомых понятно что и было очень приятно что-то на тоже среди избранных которым удалось попасть некоторые там очередные комплименты которые услышала свой адрес она некоторое трагировала а некоторые не обратила внимание на то что она блистала хорошо потому что превосходно видела взгляды мужиков которые стремились на ее и даже взгляды женщин которые ненавидели за это хотели убить но не могли понятное дело что вот это все ожидание так дальше нервозно снежка ну ничего страшно коли как бы не было ну ладно сейчас там это ну понятно собирается причем опять как право такие мероприятия там хотя и есть некое время начала но она условно потому что это праздник кто-то раньше кто-то позже тем более опять же же уже как бы все кто надо на месте выпивка закуска музыка она уже все присутствует некоторые уже начали праздновать и начали праздновать и рать чтобы это без проблем и ирочка понятное дело там пофлиртовала с одним другим а почему нет надо же создать тем более разогреться разогреться потому что она все таки готовилась к главным ударам да ирочка была абсолютно уверена что после сегодняшней ночи уже не точно поедут домой коля более это будет как бы этично и правильный праздник тем более как вы догадываетесь ближайшие дни будет выходные да он закончится конечно не так быстро ну это можно будет спокойно поехать к нему домой и тогда уже все будет замечательно очень замечательно дальше ирочка же сделает все как надо чтобы коля был доволен на всю жизнь ну и она тем более она будет шикарной женой она будет блистать она будет следить за собой с ней будет приятно выйти как сказать в общество да она где-то похвастается остается коля а коля сможет похвастаться и абсолютно потому что вы понимаете сможет показать красивую жену очень красиво чертовски а если действительно еще добавить а это наверное может добавить то она вообще будет смотреться очень привлекательно для всех мужчин мужчин ну и не только наверно мужчин так что она начала ждать колю ну еще раз говорю что значит праздник да тут было все какие-то разговоры какие-то намеки какие-то флирт какой-то это все понятно шампанское понятно вино там была и водка и коньяк естественно за какой-то фуршеты что угодно но коля не появлялся но не появлялся причем уже ну как бы мероприятие началось там был ведущий он уже там шутил и поздравлял высказывал какие-то разыграл конкурсы что-то наподобие там то есть народ уже веселился там естественно было как понятно вип зона где бы стать правление руководство какие-то почти каких-то мужики там женщины которых и ручка не знал но поняла что это какой-то вид понятное дело что вы ручки было пригласите мне дави по немножко в другом но она прикинула что если явится колем эту вип это вполне логично что что такое непонятно прошло ну наверно где-то больше час ну какая или там знаете вообще когда гульбище кто-то запрещать и появился коль наконец появился она начала идти ну так сказать немножко навстречу вперед он не увидел улыбнулся кинул головой и пошел прямо вип столик вип зоне точнее ну и ручка не рискнула но это было бы немножко нахально чтобы надо как бы сказать уже пошла с ней все таки и он начал там видно что поздоровался так дальше она сделала тогда ход вот немножко пошла в сторону взял это опять же же выслушал очередной комплимент от одного мужчинки пару раз там улыбнулась ему развернулась ну что то это самое она решила выждать немножко паузу пускай там действительно ну коля випе а потом в любом случае когда уже немножко расслабиться все вот тогда можно будет и прийти поближе поздороваться с колей и дальше особенно когда вот начнутся танцы а это было бы самое идеальное именно в тот момент ну скорее всего коля не откажется потанцевать с такой шикарной девушкой это наверное было бы самое правильное это причине я действительно там пропустил музыкальную паузу прикинул что вот сейчас ведущий там что-то на хохмет ну и в очередной раз предложит какой-то глупенький конкурс после этого опять скажет что самое время для разомять ноги и так дальше и тут вот как раз вот этот момент когда уже все подходило к очередной музыкальной паузе с танцами Ирочка аккуратненько развернулась и двинулась в вип-зону не значает сторон коля там не было черт возьми чего делся она ожидала что то есть и она же так хорошо двигалась ну а как раз точно сейчас бы встретилась его глазами и так дальше и тогда уже ну понимали можно поздороваться типа что да да но это не было был даже этот самый собственник был там писать да уже видно что так сказать люди расслабились уже общались уже практически если как бы началось что-то такое любой самотошин но его там не было вот она пошла дальше типа тишин пропал не ну может это шел все-таки там есть другие она пошла поискала да ночной клуб как вы понимаете не маленький так что там можно было туда она пошла разочек просмотрелась но опять же отбиваясь где-то от кавалеров где-то и обменились пару фраз все-таки не хотелось выглядеть что она бегает как какая-то там но Коля не нашла потом она даже немножко испугалась как бы какая-то другая львица не отбила Коля знаете тоже дело такое молодежь подпирает по этой причине она очень аккуратненько пошла прозаверить своих конкурентов так ну нас это знала нет они были заняты там коля нет ну куда он пропал она уже думала может действительно где-то там куда-то не дошла где нет вроде бы все уже развернулась в другом направлении и так прошла и так нет сложно сказать сколько раз она за эту ночь обошла весь ночной клуб в каждом углу там в некоторых случаях это вообще это было на даже потом даже на каком-то этапе она уже начала обходить ну как бы ускорено причем это было заметно как знаете он происходит видишь вот еще ну наверное уже когда она это 12 то раз обошла или может и больше она уже почувствовала что многие уже очень и очень устали очень устали так что даже когда она присела и там какой-то очередной она уже не знала, кто он такой какие-то ей пошлятина, говорила она ее просто не слушала после этого встала поехала домой причем домой было добираться довольно сложно такси долго вызывали она долго не ехала в конце концов вроде бы доехала она пришла домой разделась упала на кровать и разглядалась знаете, последний раз она так, наверное, плакала когда ходила в детский сад потому что в школе она не помню, что она плакала однозначно последние где-то 10 лет она никогда не плакала другие может плакать но она нет все рассказы закончились это первое за все для тех спонсоров, которые хотят поделиться премьерный показ эксклюзивного відео поспілкуватися позадавати запитания под час стриму и отримать ответ что даже если вы не экономисты все понимаете так что ставьте спонсором не пожаркуйте